Друзья, привет! Мы сегодня рисуем с вами белую поганку. Референс есть у вас, должны были сохранить себе. Те, кто уже подготовил эскиз, молодцы. Кто не готовил, можно рисовать прям вместе со мной. Я упущу момент ликбеза, что белая поганка ядовит и гриб, и что его есть нельзя. Это смертельно опасно. И сразу приступим к набросу самого гриба. У нас с вами два грибочка, которые стоят рядом. Можете положить референс перед собой. Если вы смогли его распечатать, если нет, можно рисовать прям с экрана. Смотрите, что нам понадобится. Я надеюсь, вы уже подготовили, потому что по материалам уже была информация. У меня ластики, механические, глячка и обычные. Они все понадобятся. И карандаши тоже все были прописаны. Я рисую скетчбуки от SuSketch. Бумага довольно-таки плотная. Где-то 160 грамм. Вы можете рисовать на том, что у вас есть. Даже имея под рукой просто бумагу госзнака ватман, тоже можно нарисовать легко и спокойно. Эту работу я рисовала в Малескине. Просто скетчбук, блокнот, можно сказать, для графики. Абсолютно тоненькая бумага. И, как видите, тоже можно нарисовать спокойно. Конечно, от качества бумаги будет зависеть результат итоговый. Ну и плюс от ваших навыков, как вы можете рисовать и что вы уже научились делать. Мы начинаем рисовать с маленького грибочка. Я начинаю рисовать с маленького грибочка и потом уже перемещаю к нему большой. Почему? Потому что маленький гриб стоит под большим. И так удобнее будет понять и разместить всю композицию в целом. Мы не рисуем полностью все как есть в самом референсе. То есть вот эти травки мы их не вырисовываем. Мы просто их потом обозначим уже в конце, когда будут готовы грибы. То есть сейчас мы не акцентируем свое внимание на травку внизу грибочков. Это постороннее абсолютно. Просто для украшения мы их можем вообще не рисовать. Либо нарисовать потом просто обычную травку для того, чтобы как-то подчеркнуть, где на чем стоят грибочки. У меня квадратная форма листа, соответственно композиция будет где-то в серединке. То есть мы размещаем где-то в серединке. То есть если я начну рисовать здесь, у меня композиция уйдет вбок и будет смотреться не очень красиво. Всегда отталкивайтесь от того, как потом вы это сможете преподнести. Как вы потом красиво сможете фотографировать работу или люди, которые будут смотреть в будущем ваш скетчбок с вашими работами. Как они будут воспринимать ту иллюстрацию, которую вы хотели бы им показать. Я намечаю. Для эскиза я взяла зеленый. Потому что в белых поганках будет достаточно зеленого цвета. И его потом будет легко перекрыть другими цветами. Эскизы всегда начинаю рисовать небольшими штрисочками. Такими, которые можно брать легко. То есть я не давлю сразу на бумагу, чтобы так, что у нас получилась линия, которую потом не стереть. Никогда в эскизах мы не делаем так, чтобы потом эта линия стала нестираемой и все. Потому что портится иллюстрация и нужно брать уже другую бумагу и рисовать на новую бумагу. Особенно аккуратно нужно будет всегда в ботанической иллюстрации понимать, что чаще всего ботанические иллюстрации рисуются на светлом фоне, на белом фоне. И должно быть все четко вырисовано. То есть там прям вырисовывается до последних мелочей, там чуть ли не до клеточек. Чтобы все-все-все было видно. Наша шляпка. И ножка. Грибы это не портрет. Это не какое-то животное, которое мы хотим передать. С грибами, с цветами всегда гораздо проще. Мы можем их рисовать, дофантазируя в своей голове, добавляя что-то от себя, но при этом понимая, что оно существует. Поэтому ботаническая иллюстрация хороша на смотренность. То есть чем больше вы видели грибов вживую, тем проще вам будет нарисовать в принципе любое растение. Если вы это растение вживую не видели, то да, конечно, это будет очень сложно передать форму, передать строение. Это будет довольно-таки проблематично, если ты никогда в руках не держал его, да? Если мы грибы в руках держали, то мы понимаем, как выглядит ножка, как выглядит шляпка, и нам это передать гораздо проще. Один гриб. Рисовали. И рисуем второй. Вторая шляпка практически облокачивается на первый, на нижний маленький гриб. Где-то до серединки. До серединки шляпки у нас начинается большой грибочек. И можно сразу окончание шляпки прорисовать. Практически по границе, вот рядышком-рядышком с концом нашей иллюстрации, с концом нашего листа бумаги, где-то сантиметра два. На такой, немножечко. Вот эта часть будет больше. И здесь мы можем просто потом дорисовать какими-то травками, для того, чтобы уравновесить всю работу целиком. Главная ботаническая иллюстрация гармоничность, гармоничность работы и реализм того, что вы изображаете. То есть мы не можем в ботанической иллюстрации рисовать вымышленные грибы. То есть если есть белый гриб, есть белая поганка, мы рисуем ее белой поганкой. Такой, какая она существует в природе. А не то, как нам захотелось. Нам там что-то в голову ударило. У нас не абстрактная живопись. Передняя часть шляпки. И мы с данного ракурса видим заднюю часть шляпки. Ну, как будто подсматриваем под грибочек. Так, данное видео я размещу у себя также на канале YouTube. Там будет более видно, откуда я рисую. То есть сейчас вы видите только саму работу. В YouTube я выложу работу целиком, чтобы был виден и референс, который у меня лежит рядышком, с которым я рисую. Да, лучше конечно не искать живой референс, не нести его домой, не рисовать с него вживую. Потому что белую поганку не рекомендуется брать руками голыми. Потому что не дай бог вы этими руками возьмете что-то еще, положите себе в рот. Утравление гарантированно. Или потрете глаза. Слизистые тоже, ничего хорошего. Поганки лучше не срывать голыми руками. Если вы хотите его сорвать и порисовать вживую с белой поганки, то пожалуйста в перчатках. В перчатках сорвали, домой принесли, положили, потом в перчатках уже выкинули. Голыми руками мы белой поганки не хватаем. Ничего хорошего из этого не выйдет. Когда мы рисуем карандашами, главное сразу продумывать весь эскиз. Продумывать чем именно вы будете рисовать эскиз. Потому что если будут какие-то цвета, которых не существует на самом грибе, на самой поганке, вам будет очень проблематично. Рисуя карандашом и потом исправить эти цвета. То есть мы не берем какие-то термоядерные, черно-графитовые например, потому что будет слишком много грязи и останутся следы. То есть графитовый карандаш обычный, да, вот у меня тут наверное есть где-то. Обычный, который мы обычно рисуем эскизы, там под околорель, для маркеров или чего-то еще. Мы не используем, когда рисуем просто цветными карандашами или когда рисуем пастельными карандашами. Тем более, ни в коем случае мы не рисуем эскизы обычным графитовым карандашом. Потому что даже если максимально клячкой убрать вот эту темную, от него темный графит, все равно останутся следы. Все равно останутся следы, которые не убрать вообще ничем абсолютно. И это будет очень некрасиво и грязно. То есть если мы рисуем цветными карандашами или пастельными карандашами, мы подбираем максимальный цвет, который чтобы был вам виден. Что вы делаете, да, как вы рисуете. И уже потом дорабатываем все в цвете. При работе с пастелью, с пастельными карандашами то же самое, никаких графитовых карандашей. Можно взять любой пастельный карандаш, тот цвет, который вы будете использовать в работе, и им делать эскиз. Никаких графитных карандашей при работе цветными карандашами и пастель. Это прям главная ошибка многих начинающих, что разводят грязь графитовыми карандашами. Так, здесь у нас юбочка с такими волнами. Наверное видели, да, обращали внимание, когда собирали грибы. Каждому, наверное, в жизни хоть один раз выпадалась белая поганка. Такой белый гриб, немножко зеленоватый, с желтеньким каким-то под оттенком. И у него была такая юбочка. Юбочка и часто еще мешочек снизу тоже у него бывает. Такой, как у мухомора, в принципе. Чуть-чуть-то они похожи чем-то. Мне кажется, все поганки чем-то похожи. У них у всех есть мешочек и у всех есть юбочка. Травку я не рисую на данный момент. Травка у нас внизу будет рисоваться уже как итог, просто как обобщение всей иллюстрации. То есть мы сначала рисуем грибы, а потом смотрим, что именно нам не хватает, и уже дорабатываем это травкой. Уравновешиваем всю иллюстрацию такими мелочами, детальками. Так, с чего мы начнем? Начнем с маленького грибочка. Сначала посмотрим, что у нас есть лишнее. Я всегда использую кляшку, потому что с ней очень удобно работать. Ей можно и просто стирать как обычным ластиком, и просто он убирает лишнее тоже очень хорошо. Можно создать любую форму клячки, тоненькую-маленькую, и будет удобно стереть то, что будет нам лишнее, что будет нам мешать. Так, я беру умбру. И умброй начинаю цвет. Вот, смотрите. Задавать тон. У нас шляпка у гриба такая состоит как будто из пластинок. Всегда, когда мы рисуем что-то, мы пытаемся повторить его естественную форму. Всегда. Яблоко рисуем так, как выглядит у нас настоящее яблоко. Рисуем огурец. Мы рисуем огурец так, как выглядит настоящий огурец по его форме. Апельсин, мандарин, лимон, редис. Не важно, что мы рисуем. Лепестки роз, лепестки пионов. Мы всегда рисуем по форме. По форме их, какие они бывают живые. Поэтому очень хорошо, если вы знакомы вживую с тем, что вы рисуете. Шляпка снизу всегда немножечко закруглена вот так вот. Если вы видели грибы вживые, даже если вспомнить те же элементарные шампиньоны, которые продаются в магазине, форма грибов относительно у всех одинакова. Шаг влево, шаг вправо. Небольшая разница. Естественно, зависит от сорта. Но вот здесь шляпка наша будет закругленная. Похожа очень на шампиньон, на белый. Внизу, внутри, у нас белая мякоть. Она такая будет в тени. Белая, грязновато, с синим, зелеными оттенками. Но мы сначала рисуем саму шляпку. Мы сначала рисуем шляпку, а потом уже идем внутрь. Рисуем поэтапно. Видите, здесь будет немножко темнее. И вот здесь будет тень от гриба нашего верхнего, потому что он дает тень на нижнюю шляпку. То есть тут будет тень. И сюда выходить свет. Отсюда будет падать свет. У нас свет, получается, падает откуда-то сверху. Источник света идет сверху. Поэтому блики будут на грибочке на этом здесь и тут. И на этот гриб тоже попадает свет, но как бы по касательной. Соответственно, эта выпуклая часть тоже будет под светом. А вот эта часть, где-то вот до этого расстояния, будет в тени. И мы рисуем тень. Но тень никогда не бывает черной. Не бывает черной тени на грибочках, на цветочках, ни на чем. Ее тени черные вообще не существует. Поэтому ни в коем случае мы не рисуем тень черным цветом. Мы смотрим, какие там есть оттенки. И эти оттенки затемняем. То есть можно взять какой-то темный коричневый карандашик и сделать тень. Добавить туда желтого, добавить туда зеленого. Можно добавить туда индиго синего. Такого прям. Но не черного. Черный цвет мы здесь не используем. Край мы оставляем нетронутым. Но аккуратненько подводим сюда карандашные штришочки. Чтобы у нас был плавненький переход. И вот здесь мы оставляем линию, которую мы не закрашиваем. И помним, да, что форма у грибочка, у шляпки вот такая. Соответственно, мы рисуем вот так обтекаемо. У нас такие линии у карандаша. Мы не рисуем вот так, не заштриховываем, не вот так. Вот так вот мы не делаем, вот так вот мы не делаем. Мы создаем линии по форме шляпки. И помним, что вот здесь в этой части будет самая выпуклая часть. Здесь сюда будет попадать солнышко, сюда будет попадать свет. Здесь у нас будут потом блики. Блики мы будем прорисовывать либо клячкой, либо механическим ластиком. Для этого он здесь и есть. Для прорисовки бликов. Поэтому чем тоньше у вас будут слои карандашей, тем проще будет сделать потом блик. Очень часто я делаю еще и вот так пальчиком. Это возможно сделать, чтобы задать такой потом. Берем желтенький. В наших грибочках просвечивается и желтый цвет. И добавляем желтизм на нашу шляпку теми же движениями, которые мы рисовали под тон умброй. Мы его добавляем везде, только по нашей шляпке. Где будет тень тоже обязательно. Карандашная иллюстрация всегда создается эллисировкой. Такой метод, способ, когда мы подбираем цвета, накладываем их друг на друга. Они идут по очереди друг за другом. И гармонично потом сочетаются. Мы берем зелененький, но не усердствуем. Мы не наносим его по всему грибочку. Мы наносим его частями. Наносим частями там, где видим. У меня будет два оттенка зеленого. Темный и салатовый. Разница ощутима. Больше зеленых использовать не буду. У двух достаточно. Наверх шляпки мы зеленого не добавляем. Там у нас останется только коричневый потом. Не переборщить зеленым, чтобы не получилось. Вместо белой пайганки зеленушка. Такое тоже может быть. Добавила чуть-чуть больше не того цвета и все. Иллюстрация уже изменилась. Немножечко зеленого на край. И смело добавляем его в часть шляпки, которая находится в тени. Наносим цвет и помним, какая форма у грибочка. Наносим цвет только по форме. Мы не наносим штрихи хаотично, так как нам хочется, потому что нам так удобно. Для того, чтобы передать форму, мы наносим именно так, как выглядит шляпка. И чуть-чуть по низу шляпки. Помним, что у нас здесь светлое пространство, в которое мы делаем такой аккуратненький градиент-переход, чтобы это не выглядело просто белым непонятным пятном. Как витилиго, да? Нет. Мы делаем аккуратно переход в градиент, чтобы себе помочь, чтобы переход был более аккуратный. Потом используем белый карандаш, который будет размывать границы и делать их более плавными. Нужно использовать любые белые карандаши, в принципе, какие у вас есть. У меня и Дервент, и Виста Артиста, и Призмаколор, и что у меня еще было? Полихронус тоже были. Более или менее размывают хорошо те, в которых меньше белого пигмента. Потому что если будет очень много белого пигмента, вы просто уберете тон. Слишком уберете тон, и слишком будет много белого цвета. Наша задача не убрать тон, а размыть. Сделать такую размывку. Плавненький переход. Беру более коричневый. У меня ван дайк. И добавляю шляпку. Пока никаких бликов я не делаю. Блики мы делаем уже в конце. Единственное, всегда помним, что внизу шляпки мы оставляем пространство. И помним, что переход должен быть плавным. У белой поганки очень много таких полосочек по шляпке. Можно ради любопытства просто найти какую-то белую поганку. Разломить ее руками. Главное, в перчатках. Помним, что мы не берем голыми руками белую поганку. Ни в коем случае. И она будет разламываться на пласты. Такой гриф будет из пластов состоять. Соответственно, и рисунок у него на шляпке будет такой, как будто там много-много разных пластов. Немножечко охра еще можно добавить. Такой гриф будет уносить альфа. Пляжусь. Пляжусь. Продолжение следует... 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 на чем хотите, криво, косо, без вопросов абсолютно. Но если вы хотите, чтобы вас понимали, чтобы вашими работами восхищались, ну, потратьте несколько времени для того, чтобы изучить академическое. Академическое начало дайте себе, а потом уже вперед к экспериментам. Когда есть академическое начало, то это самое главное. Отсюда уже можно отталкиваться и понимать, с чем работать и куда дальше идти. Если нет понимания, как это делать, ну, довольно-таки сложно начать рисовать грамотно. Сейчас у многих художников есть, да, там своя стилизация и так далее. И видно сразу, у кого есть азы пройденные, и человек реально понимает, что он делает, а у кого их нет. и это очень видно, это очень бросается в глаза. И ты понимаешь, что если человек немножко бы подучился, его работы были бы гораздо интереснее. И было бы интереснее смотреть гораздо большему числу людей. А у каждого художника все равно есть цель понравиться большинству, а не меньшинству. Да, когда мы там продаем какие-то свои вещи, когда мы изготавливаем открытки, календари, какие-то такие иллюстрации, которые хотелось бы продавать на широкую массу. И, естественно, если мы рисуем какие-то там рисуночки, и они нравятся очень узкому кругу людей, то много мы на этом не заработаем. Другой вариант, если вы это рисуете просто так, для того, чтобы дарить подарки своим близким, тогда можно не заморачиваться, ничего не изучать, не тратить на это свое время. Рисовать, как рисуется. В своей работе я всегда использую подручный материал, абсолютно. Я не покупаю специальные растушевки, чтобы что-то растушевать, да, какие-то работы. У меня всегда есть палец под рукой, который я с удовольствием использую. Я беру индиго для того, чтобы сделать более насыщенную тень. В глубине не берем черный цвет для более насыщенной тени. Берем просто темные оттенки, которые нам подходят. Индиго нам подходит в данный случай. Еще момент, когда рисуете, да, что-то. И у вас, допустим, здесь что-то нарисовали, здесь что-то нарисовали. Например, имейте под рукой какой-то лист чистый, который вы будете класть под руку, для того, чтобы рукой не смазать уже готовую работу. Это тоже важно. И в карандаше, и когда вы рисуете пастелью, тем более. Потому что пастель вообще стирается моментально одним взмахом руки. И вы просто сотрете все то, что рисовали несколько часов. Добавлю еще синенького, чуть-чуть шляпки. Можно немножечко охры еще добавить. Сделать пальчиком более плавный переход. И если мало тени, добавить еще тени. Но пока мы тень не очень воспринимаем адекватно, потому что пока мы не видим источника тени. И кажется, что откуда тень, как ее рисовать, непонятно. Можно оставить в том ракурсе, который есть. И потом уже тень сделать более глубокой, когда будет нарисована шляпка сверху. У меня есть деревянцевский карандашик. Он такой цвет флэшпинг. Я его чаще использую, когда рисую цвет кожи. Ну, либо когда нужно сделать плавный переход от одного к другому, без использования белых оттенков. И сглаживаю прямо поверх. Видите, вот здесь, и здесь. И вглаживаю. Теперь возьму белый. И добавлю белого. И вижу, что у меня по низу не хватает цвета. Я аккуратненько, зеленым цветом создаю падающую тень от самой шляпки грибочка. То есть у грибочка есть собственная тень. У шляпки есть собственная тень. То есть шляпка бросает собственную тень. И она будет вот сюда закругляться. Если будешь смотреть, осматривать живой гриб, посмотришь живой гриб, увидишь, вот тут вот будет более темно. Мы же рисуем не такое у нас, не видео-арт. У нас все-таки арт неподвижный. Но мы знаем, что вот здесь шляпка дает собственную тень. Которая, в принципе, нам к глазу незрима. Но мы знаем, что она там есть. И мы должны ее обязательно обозначить. Что мы делаем? Это можно делать обычным ластиком. Если есть ластик-карандаш, то тоже хорошо. То есть, такими вот точечками можно делать. Как блед. Да? Очень удобно это делать металлическим. Механическим. Поэтому здесь можно более насыщенно прорисовать. Потому что потом ластик у нас все равно все это уберет. Я прорисовываю еще полосочки. Единичные. Нужно создать и лизжи многослойности. И реалистичности нашего грибочка. Я это делаю прямо уже по тому месту, где я стирала. Потому что буду делать это несколько раз. Всегда помогаем себе абсолютно разными материалами. Это очень хорошо иметь множество материалов всякой другой. Чтобы использовать их в работе. Сделаю немножко понасыщеннее желтого. И, в принципе, одна шляпка у нас готова. Ножка. И внутренняя часть гриба. Без усердия, без нажатия мы создаем падающую внутреннюю тень. И помню, что вот здесь под шляпкой у нас еще есть мяско гриба. Вот такая беленькая. Но обязательно о нем должны помнить. Грибочек у нас молоденький. Вот этот маленький. И у нас особых линий, как обычно у грибов, да, у взрослых, тут не прослеживается. Уберем белый карандаш. И растушевываем. И растушевываем. Добавляем все цвета, которые у нас были на шляпке. Но очень-очень аккуратно. Потому что это у нас глубина. У нас тень, которая в глубине. И мы не должны ее выпячивать сюда вперед. Она должна проваливаться. То есть мы должны смотреть на картинку и понимать, что это не впереди, а в глубине грибочка. Тень идет из глубины. Но она не снаружи. Тень. Тень. Продолжение следует... И индиго нам снова в помощь, мы их берем для углубления тени. Очень аккуратными штришками, очень-очень аккуратными, небольшими. Мы не делаем жирных штрихов. Нам здесь не нужен вопиющий цвет индиго синий, потому что он здесь существует только для того, чтобы углубить нашу тень. Сделать ее более глубокую. И потом мы снова белым цветом все это приводим к одному целому. Штрихи очень аккуратные, маленькими-маленькими штришочками, не торопясь. Помню, да? У нас вот здесь растет внутреннее мяско грима. Вот тут из-под шляпки выглядывающего сюда. Не обращали внимания. Белым цветом все это обобщаем. Вот, у нас получается тень ушла в глубину. И сама ножка. Ножка у нас тоже состоит из пластинок. Берем темно-темно-темно-темно-коричневый. И вот такими движениями прорисовываем ножку. Тоже делается многослойно, послойно. То есть, здесь один слой. Можно прям пальчиком вот так себе помочь. Берем темнее. Такими полосочками, короткими движениями мы создаем объем ножки. Ножка как цилиндр. Ножка гриба представляет собой цилиндр. Такой выпуклой формы. Представили себе это в голове и попытались повторить на бумаге. Всегда, когда мы что-то рисуем, мы сначала должны это увидеть, пощупать, представить в своей голове, пощупать у себя это в голове. И уже потом тогда у нас это легко получится перенести на лист бумаги. На холст, на бумагу, в диджитал, неважно. Главное понимать, что ты делаешь. Без понимания, без общего понимания, что ты делаешь, будет очень проблематично что-то нарисовать. Сложно рисовать то, чего ты не знаешь. Да? Грибочек будет состоять из крапинок. Это тоже из пластов. То есть, если раздавить паганку ногой, можно увидеть, как она распадется на пласты. Добавляем чуть-чуть, немножечко еще темного. Пальчиком это все можно объединить. С помощью клячки добавить каких-то бликов, для объемности. Добавить живописности с помощью индига. Каких-то крапинок. Потому что, в сущности, гриб-то белый. По сути, он белый. Ножка белая. Но она не будет рисоваться белым цветом. Никогда. Она будет фактурная. С множеством вкраплений. С множеством всяких цветов. Возможно, слегка грязновато. Да. В месяц, кстати, можно чуть-чуть. Очень аккуратненько. Есть черный. Максимально аккуратно. Только на ножки. Хорошо. ГОВОРИТ ОТБА Добавим сюда вот тени, собственно тени. И с помощью клячки немножечко поиграем с фактурой. Я надеюсь, у вас все получится, а мы перейдем к рисованию следующего грибочка. Субтитры сделал DimaTorzok